Традиционно кулуарное начало и включаем свет. Итак, будни мастерской здесь будет прямо бомбово интересно местами. Давайте начнем с кайзера на самом верху. Первонаперво, чем больше приходит всяких ножей с мануальным баттон-локом, когда нож на подшипниках, тем больше я понимаю, что это прямо, наверное, один из самых фиджет-вариантов. То есть, действительно, играться такими ножами одно удовольствие. И я бы сказал, что это единственный смысл покупки, например, вот такого кайзера, потому что кайзер это не про закалку стали и не про топовое какое-то качество. Хотя, смотря на происхождение или партия, или условия заказа у кайзера этой партии, наверное, не будем спекулировать. Но вот конкретно вот этот нож прям хорошо. Прям хорошо-хорошо приятненько. Единственное, чего я не понял, в комплекте с этим ножом я так понимаю, что заводская клипса, если это она, а если нет, это была другая, там шли винтики М2,5. А отверстия вот здесь вообще-то были больше похожи на М3. Я именно в такой формулировке, да, больше похожи на М3 резьбу. Как следствие, винтики М2,5 там практически не держались. Что было сделано? О, его величество фиксатор может быть перемешанный с клеем, может еще что-то, не знаю. Естественно, это все выдернулось, вывернулось, и пришлось что-то городить новое. Сразу скажу, что иногда плохая ремонтопригодность ножа, она просто продиктована какими-то незначительными, незначимыми решениями производителя. В частности, вот здесь, сейчас клип содержится винтами, ну, прочностью, класса прочности 12.9. То есть, ну, это самая твердая, я не шучу, это самая твердая, две самые твердые детали во всем ноже, включая, если рассмотрение, клинок. Но, но, у них потайные головки, потайные головки у этих винтиков, и пришлось делать расширение отверстий в клипсе, зенковку под эти штуки, чтобы их туда подутопить, чтобы клипса все еще была потайной. И, объективно говоря, так получилось не потому, что у меня мало винтиков М3, ну, нет, много, а потому что настолько близко у клипсы отверстия друг к другу, вот прям настолько близко, что никакие другие винты по диаметру шляпок просто не проходили. Даже вот у этих винтов, у которых шляпки, ну, чуть-чуть больше, чем диаметры их резьбовых частей, ну, вот так вот практически соприкасаются. То есть, тот человек, который это придумал, прописал здесь резьбу в алюминии М3, и он о чем думал, я не знаю. Да, существуют все китайские такие винты, которые ставят на... Так... Ну, их ставят там на Ганза в свое время, я такие видел. Я видел такие на всяких ноунеймах в Китае, на мультитулах ноунейм. Я видел такие винты на Тинейшесе, кстати, по-моему, на клипсе такие винты. Реально М3, и буквально там, ну, там, 3-4, наверное, 4 десятые в каждую сторону торчит шляпка. То есть, вот буквально ни о чем на этом. Типа М3 это 2,9 наружный диаметр резьбы, и, соответственно, ну, там, типа 3,2, 3,4, 3,6 максимум диаметр шляпки. Ну, нет таких винтов в свободной продаже. Во всяком случае, я даже оптовика какого-то вот в том же Китае по этому поводу найти не смог. Поэтому приходится как-то выходить из положения. Учитывая, что может приехать кайзер вот с такой, по-другому не скажешь, свиньей кайзеровской, ну, как-то неприятно. Хотя, казалось бы, нож прикольно сделан, он красивый, он хороший, очень прямо алюминий, знаете, такой по-протековски, анодированный, матово, приятно прямо очень. И вот все бы хорошо, но вот смущающий момент. И приходится вкладываться дополнительно просто в монтаж дополнительно. Просто тупо клипсы, которая должна была сидеть с завода как следует. Но это еще, на мой взгляд, плюс-минус целесообразно. Ножу можно простить. Теперь приехал вот такой вот нож человека. Просто вот, ну, человек взял, ну, такая неестественная, да, за внешний вид и необычность. Это дерево какое-то, какое-то дерево. Да, это действительно дерево я видел с изнанки. Чтобы вы понимали, что из себя представляет бюджетная сборка бюджетных китайцев, которые еще и no name. Короче, нож, а, не вставал на замок, потому что его там немножко поколотили. Почему? Потому что пролетал замок. То есть здесь не так много клинка по толщине. Слишком неправильно и много срезали, поэтому лайнер пролетал. Они его там расклепали, как следует, так, что прям мама не горюй. И оно даже не заезжало. Почему ушло это с завода, я не знаю, но факт остается фактом. Дальше оно все не собиралось. Тут все как бы друг другу не соответствует по размерам. Там разлился филеатор резьбы и везде тут одно, другое, третье. Самое интересное вот что. Видать, сборщик до такой степени спешил, и до такой степени ему было все равно, что мало того, что там вот такие веселые подшипники, кстати, были. Это да, там уже керамика, естественно. Он еще зачем-то вот такую вот одну проставочку каленую, кстати, не такую плохую, сунул с одной из сторон. Видимо, что то ли чуть подальше, то ли чуть поближе был замок. Я уж сейчас не вспомню, с какой стороны она стояла. Во время работы помнил, сейчас уже нет. Вот. Для того, чтобы хоть как-то это все собрать. При том, что если бы просто было чуть больше времени и внимания уделено ножу, ну, понятно, он бы стоил других денег. Но после того, как это было сделано, оказалось, что, как ни странно, абсолютно ноунейм Китай, который не пойми как, не пойми кем сделан, не пойми как обработано, оно работает и даже вот как бы флипует. Люфтов нет никаких. Замок в самом начале, после колдовства всякого разного. И так далее, и тому подобное. И на керамических подшипниках теперь. Честно говоря, результаты ремонта конкретно этого ножа просто превзошли все мои ожидания. На удивление. Дальше интересная заметка. Вот пришел нож Арсена. Я в очередной раз удивляюсь в хорошем смысле тому, насколько все-таки они аккуратные и качественные. То есть, для ручной работы, для немассового производства. Я опытным взглядом, естественно, вижу всякие мелкие крупные огрехи. Ну, это нормально. Но в целом, самое главное, здесь соблюдается первое, это тонкое сведение. Пусть не идеально равномерное, но это кинжал. Это неплохая изначальная закалка стали. И все-таки это очень добротное с точки зрения, ну, посмотрите, здесь лайнеры. Клинки у некоторых ножей такой толщины, да? А тут лайнеры титановые такой толщины. Конечно, любой нож можно улучшить. Можно, там, например, обратить внимание, что у кинжала немножечко туда, вот туда уезжает клинок. И, соответственно, было бы лучше, если бы он на стопор вставал чуть раньше и прочее, прочее. Но, опять-таки, повторюсь, это ручная работа. И подгонка ножа – вещь довольно сложная. Всегда это понятно. Вот. Ножи у него стоят вменяемых, на мой взгляд, денег. Поэтому вот в такой нож по-любому имеет смысл, если вдруг не устраивает качество, скажем так, из коробки от мастера. То вот в такой нож по-любому можно довложить денег, докинуть и получить его вот в полностью допиленном состоянии. Ну, перед тем, как вот этот Камилус мы с вами посмотрим, я еще про диспатч свой расскажу. Я, на самом деле, удивился тому, насколько мне понравился этот нож. Серьезно. Почему-то такая волна негатива возникла в комментариях. Ну, честно, я ее не понял. Не понял по двум причинам. Хотя я там на какие-то комментарии ответил, в полемику вступать я, естественно, не буду. Но кое-что тоже хочу сказать. Вообще-то Petrified Fish, который все сказали, ну, упомянули многие, что, мол, типа, да ну, чего вы там, типа, вот, есть, типа, вот, вот. О, великие, как Ксиоми в свое время говорили про Ксиоми, что все умерли, лишь бы Ксиоми выжил. Слушайте, на самом деле это все, ну, сделано одинаково. Петрифайт Фиш внутри точно так же продавлен подшипниками, точно так же местами не очень умно сделан. И я бы не сказал, что у Петрифайт Фиш какая-то идеальная закалка стали вообще ни разу нет. Вот. И по большому счету, единственный открытый вопрос сейчас по этому ножу, после того, как я его перевел на, для себя на шайбы, вместо тех подшипников, которые, ну, как-то все-таки странно смотрелись и функционировали, мне не нравился ход клинка. А вот единственный вопрос это, да два ли это, и насколько она хороша. Ну, в процессе работы с ним, и, может быть, когда-нибудь он будет от BlackWash, я пойму, как эта сталь себя ведет, насколько она хороша и прочее, прочее. Вот. Поэтому, ну, когда в следующий раз захотите написать осуждающий комментарий, вы задумайтесь в плане того, что насколько хорошо вы все знаете, вы все знаете, информированы и не пытайтесь угадать мотивы других людей, с которыми вы лично не знакомы и не общаетесь полжизни. Ну, то есть, просто это по жизни как-то странная позиция. Теперь дальше. Вот этот Камилус, во-первых, я прям вот, ну, считаю, что в некоторой степени достоин чести работать с таким ножом, потому что просто раритет, просто интересно и никогда такого вживую не видел. Когда один мой, уже, наверное, больше друг, чем заказчик и подписчик, сказал фразу «дикие американские цеховики», это вот очень хорошее отражение вот этого ножа. Ну, они реально дикие и реально цеховики. Вот. В ноже, во-первых, мощнючая пружина. И она именно просто-просто пружина. Она вот отсюда идет, через паз и сюда. В клинке просто зацеп, который, соответственно, хватается, упирается в эту пружину, где-то как у Керши, посередине и туда. Но при этом закрывать за счет рычага очень большого очень комфортно, в отличие иногда от кершевских, вот этих вот коротких жестких пружин. Выбрасывает просто бомбезно. Здесь проблема была в том, что практически пролетал замок, клинил, соответственно, залипал и прочее-прочее. Короче, не буду вдаваться в все технические дебри. Просто здесь была сделана довольно интересная работа. По определенным нюансам были ограничения на... Да, не смотрите, что клинок по центру. У ножа кривой клинок, собственно, нормально. Слесарка кривая. Вот. Были нюансы. Например, вот эти вот втулки резьбовые, они не вытаскиваются. Просто тупо не вытаскиваются. Кстати, обратите внимание на расположение вот этой втулки. То есть, я вообще не помню нож, у которого так низкая, у которого расположена вот эта втулка. При том, что она просто чисто для сборки ножа. То есть, и парковки. То есть, это упор во время детента. В открытом состоянии упор идет с шпеньками в титан. Вот. И вот как раз про шпеньки поговорим. Для того, чтобы улучшить ситуацию с замком, сделать все надежно, толково и как следует. И с минимальными вмешательствами в конструкцию внешней виды потери, ценности коллекционные. Хотя у этого ножа полностью полирован клинок, потому что здесь все гравировки затерты. Но неважно. Он свою самобытность и внешний вид не поменял. Вот. И не хотелось бы менять ему, грубо говоря, конструкцию. Здесь только добавлены нормальные шайбы, сталь в торопласт для того, чтобы это все было жестко и хорошо ходило. Вот. Соответственно, что было сделано? Чтобы он раньше блокировался, в общем-то, хорошо было бы что? Ну, сдвинуть шпеньки хотя бы чуть-чуть туда, да, к рукояти. Да, в общем-то, это возможно. Что делается? Растачивается изнутри отверстие в нужном направлении, а с другой стороны вставляется закаленный штифт, проставочка или еще что-нибудь. И, соответственно, шпеньки закрепляются в действительно вздвинутом положении. И да, действительно, блокировка наступает чуть-чуть раньше. И если все там удачно просчитать или, ну, в общем-то, я здесь менял, наверное, я отверстием занимался не меньше часа. Просто только отверстием. Потому что надо было делать по чуть-чуть, не перегревая и прочее, и смотреть, что там получилось. Смотреть, что получилось, смотреть, что получилось и так далее. Вот. Но если все правильно просчитать, выжить затяжку замка, то получается так, что замок приезжает в момент блокировки на своем уже излете. И поэтому ничего не залипает, надежно держится. И, в общем, так должно быть, будет очень стабильно. Потому что, когда все детали плотно сжаты, там все проставки внутри в виде металла весьма твердого и так далее, то, в принципе, механика должна оставаться максимально стабильной и максимально надолго. И я думаю, что он еще не готов, он не заточен. Но я знаю прекрасно, что у меня не будет после его заточки времени что-либо снимать возможности. Он уедет и так и не попадет в кадр. Я решил, что я его обязательно покажу. Вот. Вот такая вот история. На самом деле, да, я совсем забыл про Арсеновский нож, что показать. Конечно, любые кинжалы, они проходят стадию вот такую. То есть, рано или поздно заточка выходит за ребро встречи двух спусков. И выглядит это, конечно, ну, не очень. Какой выход из ситуации? В данном случае просто заказчик его не захотел делать. Это абсолютно свобода воли, естественно. И внешне, ну, кому как больше нравится. Если бы, например, это был мой нож, что бы я сделал? Я бы потерял 2 миллиметра длины клинка и с обуха вот так вот равномерно сточил бы так, чтобы кончик приехал сюда уже после заточки. Вот. И получил бы что-то вот в таком духе. Тогда это было бы посимметричнее, в моем понимании, посимпатичнее. Но тут и так кончик... Сейчас не очень удобно отжимать, тугой. Вот. Тут и так кончик, в общем-то, ну, не выглядывает из-за рукояти. Поэтому я понимаю, почему владелец не захотел, с точки зрения тоже эстетики, просто других аспектов ее, не захотел укорачивать еще этот клинок. Потому что вот клинок, вот рукоять. В принципе, все понятно. Разница приличная. Вот. На этом, в принципе, все. До новых встреч в интернет-эфире. Пишите свои комментарии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...